Я думаю, да, я уже вижу в чате, что люди делятся своими впечатлениями о сегодняшнем дне, весна, всё расцветает, в душе так хорошо, такая мотивация на все дела и на вообще, да, на наши эмоции. Поэтому, друзья мои, я вас тоже поздравляю, это классно. И сегодня, я думаю, так очень значимо совпала наша тема, хотя не подгадывала специально, да, начало весны – это начало что-то нового. И как раз предназначение – это тоже для многих, ну, тема такая, можно сказать, актуальная. То есть стоит начать, да. Друзья мои, рада вас всех видеть. Лёля Еремеева, Елена Зинькович, Татьяна Мухаммадшина, Мухаммадшина. Вот, друзья мои, если чуть-чуть ошибаюсь, фамилии бывают, ну уж простите. Люда Карпова, Татьяна Дрожкина, Юлия Чехович. Может быть, ударение неправильно, или Чехович. Чехович, наверное, да, скорее всего. Ага, Сергей Марков, Юлия Могулевцева, Татьяна Так, это я уже прочитала. Олечка какая, как здорово, если не всех сейчас, не всех. Вот, Елена Чугина, замечательно, друзья мои, рада, рада, рада всем. Здорово, что вы все пришли на нашу встречу, скажем так. Тема действительно сегодня потрясающая будет. Очень она востребованная. И сейчас мы как раз узнаем, у кого... Кстати, кто нашел свое предназначение, давайте поставьте плюсик. Соответственно, кто его еще пока в процессе ищет, поставим минус. Так, так. Лидия, удача с нами. Ой, какая интересная. Это фамилия или псевдоним? Классно. Так, вот, Юля пока не нашла. Оксана Литва. Здорово. Оксаночка, что к нам присоединились. Пока не нашла. Олечка Кэ тоже. Елена Чугина нашла. Нашла Лёля, да. Татьяна Покадрошкина нет. Юлия Могулевцева. Да, здорово. Оля Архипенко... Что ж такое у меня сегодня? Сейчас, подождите, друзья мои. Архипенкова нет. Лидия нет. Сергей Марков нет. Ирина. Ага, так. У Ирины как-то и плюс, и стрелочка. Вот интересно тоже. Ага, Лидии нет, Татьяны точно нет. Друзья мои, ну, вот, смотрите, большая часть еще не нашла в процессе. Поэтому сегодня действительно много для вас откроется. Вебинарчик будет у нас больше двух часов, это точно. У меня как-то меньше не бывает. Хотя, когда есть дедлайн, ставят на конференции, там никуда не денешься. Там, как говорится, все оно уже обусловлено. Но здесь, как говорится, я даю в рамках школы психологии каждый дом. Кстати, сейчас я немножко представлюсь, а то я так резко начала, что я даже не сказала, кто я, что я, откуда я. Потому что, ну, многие меня знают. Кто знает, тоже поставьте восклицательный знак, чтобы мы уже отличали, да. А кто еще не знает, поставьте минус. Вот, Елена знает меня. Ага, я сейчас представлюсь, да. Олечка, спасибо, что и два часа, некоторые люди по четыре слушают, когда я разойдусь. Так, ну, многие знают. Вот, Юлечка только не знает. Ну, я сейчас представлюсь. Елена не знает. Ага. Ага. Здорово, друзья мои. Смотрите. Я психолог, гипнолог, астропсихолог. Сейчас занимаюсь вот этой наукой. Мне очень интересно. И курс у меня скоро открывается по этой науке. Потрясающая вещь. Кстати, она много говорит о предназначении о нашем. Можно узнать оттуда много интересных для себя полезных вещей. У меня две онлайн-школы. Одна бесплатная, психология в каждом доме. И как раз в рамках этой школы я даю в своей комнате вебинарной эту тему. А вторая школа онлайн, это школа парапсихологии, высшая школа. Там и профессионалы обучаются, и люди обыкновенные. Скажем, те, которые просто работают над собой. В этом плане, я имею в виду. Мы все необыкновенные, мы все уникальные. Вы сегодня об этом узнаете. Но в том плане, что и для простых людей, которые не работают с людьми вот так вот на широкую ногу. А которые как бы для себя, для своего окружения, для дома и для семьи. Так, вот. Риночка говорит, знает. Здорово. Это классно. Что еще о себе хочу сказать? Очень люблю людей. И все, кто приходит на мои вебинары, они приходят именно за душевной атмосферой, как и второй у нас. Ну и естественно, за теми знаниями, которые я преподаю. Мой талант сжимать информацию. Перерабатывать огромный поток информации. Делать ее настолько простой, доступной для понимания. Вот даже ребенка десятилетнего, потому что у меня в высшей школе даже учатся и такие детки, и одиннадцати лет, и десяти. И, представляете, на ЛПИ изучают, эриксоновский гипноз. И такие серьезные вещи, как высшие законы космоса, работают по часам над собой. Это так радует, так здорово. Поэтому даже дети на этом уровне всю эту информацию воспринимают очень легко. Поэтому рада донести до вас свои знания. И очень рада, что вы пришли, тратите свое время, свое внимание для того, чтобы вот как бы расти, расти. И я хочу вас сразу поблагодарить за то, что вы развиваетесь, за то, что вы вообще, вот, если вы здесь, вам это интересно, вам это актуально. И вы уже на очень высокой ступени развития. Это можно даже сказать, сравнить на высоком уровне вибрации. Это тоже вот мы будем изучать. И изучаем на наших курсах, на наших вебинарах. И платных, и бесплатных. Поэтому, друзья мои, большая часть я отдаю людям всю информацию бесплатно. Это в основном, ну, я не знаю, там, 8 десятых, наверное, всей информации, которую я вот перерабатываю и даю. Остальную немножко часть, ну, можно сказать, даю, ну, чтобы жить было на что, скажем так. Потому что это моя профессия, в принципе, да, это специализация. Итак, друзья мои, меня зовут Полина Сухова. А то я говорю психолог-гипнолог, а может кто-то не знает, как меня зовут. Вот поэтому будем знакомы, мне приятно всех видеть тех людей, которые уже давно со мной, давно идут по этому интересному пути духовному. И очень рада, кто присоединился к нам вновь. И, кстати, кто первый раз вообще пришел ко мне? Ну, допустим, не знаете минусы, да, уже я видела. А кто первый раз? Вот напишите. Ну, я не знаю, что поставить, сами напишите. Как вообще забежали, как нашли, вот очень интересно. Юлечка, вот первый раз, здорово, как хорошо. Сергей тоже, ага. Замечательно. Вот люблю всегда, когда новые люди приходят. Ага, Елена Чугина, классно. Ага, Елена Третьякова, замечательно. Очень хорошо. Ну, все, друзья мои, размялись. Ага, и Юля, Юля, нашла ссылку на форуме ШЖС. Юля, что за ШЖС? Для всех расшифруйте, нам интересно. Не все знают. Ага, почти как жизнь замечательных людей, очень похожа, но не совсем. Итак, друзья мои, а, школа женского счастья, классно. То есть там меня рекламируют. Ну, очень хорошо, видите, как уже бывает в жизни. Итак, друзья мои, ага, школа женского счастья, Лианы Димитрушкиной. Слышала, слышала, такое тоже интересно. Ну, сейчас много всяких школ, и это не случайно, мы об этом будем говорить. Друзья мои, хорошо размялись, все замечательно. Давайте перейдем к самой теме. Итак, как вы считаете, мне очень важно и интересно, что вы вкладываете в слово предназначение. Именно вы. Что для вас слово предназначение? Потому что вот сейчас и обратите внимание, насколько будут разные ответы. Это всегда так. Это опять же говорит о том, что у каждого человека внутри свой внутренний мир, который, пока вы пишете, я вам расскажу, он индивидуален и уникален, как отпечатки пальцев. Что такое внутренний мир? То есть мы видим реальность не как все люди. Она у нас разная, внутренняя реальность. Есть реальность внешняя одна, да, а каждый человек из-за своего опыта, из-за своего внутреннего настроя, выгод, ценностей, он видит реальность уникально, своеобразно. И вот эта внутренняя реальность, она отличается от каждого человека на все 100%. Нету ни одного человека с одинаковой реальностью внутренней. Почему? Потому что опыт у всех разный. Итак, Юлечка нам пишет, а Оля, первая, моя цель на земле, предназначение, классно. Юля, служение людям, миру. Татьяна, цель жизни. Елена, смысл жизни. С какой задачей я здесь, Юлечка Кудрявцева пишет. Татьяна Дрожкина, то зачем пришел на землю в эту школу жизни, классно. Ларочка Гайда, доброе утро, Лара. Это мои здесь много участников, учеников из моей высшей школы, из базы, из начальной школы. Ларочка, то, что я должна достичь и сделать в этой жизни, очень хорошо. И Елена Зинькович, родовая программа, классно. Вот прям Елена нам хорошо дополнила эту картину о предназначении. И Лидия пишет, Лидия, удача, то, с чем родилась и что могу нести в мир. Очень хорошо. Вот как в тему-то, вот как здорово-то все попадают. И Лёля пишет, Еремеева, предназначение, это то, чем ты можешь служить вселенной. Используй свои возможности, таланты и возможности. Супер. Лёля, способности. Здорово, она добавила. Классно. Ну, спасибо. Вот вы все молодцы. И, по сути своей, ну, те, кто ходит вообще на такие, подобные вебинары, кто развивается, они уже много об этом знают. И ваши ответы настолько уже профессиональные, настолько они подкованы, что я просто вот, ну, буду дополнять ваши, ваши, ваши ответы. Сейчас еще раз один вопросик вам заду. Тот, кто нашел свое предназначение, как вы его нашли? Как вы его нашли? То есть, что такое предназначение с позиции психологии, эзотерики и других наук, я вам буду говорить в процессе всего вебинара. Поэтому определений сейчас никаких не даю со своей точки зрения. Это вы уже, как говорится, у нас тема вся эта будет. Как бы мы это и разберем, прям по полочкам. Как нашли, как нашли? По каким, может быть, признакам, что подсказывало? Вот это будет очень интересно. И, кстати, особенно для тех людей, кто ищет. Так, сейчас я тут пока посмотрю. Так, Танечка пишет. Жизнь ткнула носом. Супер, Таня. Здорово, а? Елена. Через размышления, жизненный опыт. Очень хорошо. Вот, прям, знаете, как, дополняет один ответ другой. Татьяна пишет. Жизнь ткнула носом. И через размышления, жизненный опыт, да, можно прям продолжить один ответ другим. И будет прям такая связочка классная. Люля. Это показывает мне мое окружение, когда обращаются за помощью. Дети и взрослые, Люля пишет. Потрясающе. Очень хорошо. Ага. Рина. Рина пишет нам. Правильно выбрав профессию и определив свои способности. Здорово, Рина. А как это произошло? Вот каким, вот прям пошагово уже. Делали какие-то методики, проходили. Или что-то внутренний голос подсказал. Или вот как вот у Люли люди, окружение подсказало. Тоже очень интересно. Угу. А я сейчас расскажу, как природа. Ага, вот у Ирины, Ирины интуиция. Вот это здорово. Вот на интуицию надо тоже обращать большее даже внимание. Угу. Юля. Случайно. Я начала писать стихи. Со временем мне показалось, что я могу таким образом говорить с миром. Потрясающе, Юль. Всегда были какие-то подсказки. Был трагический жизненный опыт. Болезни, рак. Вот. Это, кстати, да. И там об этом тоже будем говорить, что это действительно тыкает носом. А потом много размышлений на тему того, что раз я выжила, значит, у меня есть какая-то миссия, цель. Подсказывала жизнь. Встречались люди, которые помогли определиться. Вот. Замечательно. Юлечка, спасибо за такой прям открытый ответ. Да, да, да. Вот браво, браво. Это здорово. Это потрясающе. Об этом мы тоже будем говорить. И Татьяна нам пишет. Полиночка, будет ли запись? Да, записываю обязательно. Обязательно, обязательно будет. И аудио, видео, вроде все пишу. Все должно получиться. Ага. Да, Света, ура, успела. Светочка с нами рядом. Это тоже моя участница высшей школы. Здорово. И мы тебе тоже рады, Света, здорово. Молодцы, друзья. Спасибо большое за такой прям вот развернутый ответ. Спасибо огромное. А я сейчас расскажу, как же природа или Вселенная, ну или как хотите, Высший разум, Бог. Вот кто, как это называет, заложил в нас, в каждого человека, тягу, да, что-то искать в себе, зачем, для чего и так далее. Ага. Да, вот у Юлии через болезнь. Да, это очень часто, это бывает. И это классно. Вот прям вот даже так скажу, действительно классно. Кто прошел через болезнь, узнал свое предназначение, они потом сами в этом признаются. Так, еще у нас пишут, пишут у нас друзья. Так, ну ладно, пока пишите, я продолжу. Итак, друзья мои, смотрите, как же природа заложила в нас эту потребность, искать какой-то смысл жизни, предназначение. Она поступила очень мудро. Ну или Вселенная, вот если природа, говорю, значит подразумеваю Вселенную. Если Вселенная, природа, Бог, высшие силы и так далее. Сейчас еще вот прочитаю, Лена Намзинькович пишет, я с детства скупала все книги по психологии. Ну явно точно, Леночка, да, что-то психологию тянет. Ага, у меня тоже, кстати, с 20 лет приблизительно, и мне тоже это всегда интересовало, как любитель. А уже в 40 лет думаю, ну сколько можно, да, надо идти к профессионалам. Итак, Светочка пишет, честно признаюсь, было через болезнь и у меня. Вот, да, это очень часто. И Лёля, согласна, что все лучшее достигается через усилия и борьбу со своими соблазнами. Абсолютно, друзья мои. Если мы сидим в комфорте и нам все хорошо, то смысла нет никуда. Все хорошо, зачем, да? Только вот стимул, вот это копье, которое нас сзаду иногда, да, или спереду, не знаю, с какого места, без разницы, Вселенная подталкивает, именно она, как говорится, стимулирует наши какие-то размышления и толкает к каким-то действиям. Это супер. Поблагодарим её за это. Сегодня будем благодарить её много. И Света ещё пишет, как любитель всегда. Нормально. Сначала любитель, потом это до определённого уровня растим, растим и выходим профессионалом. Это всё правильно, начинаем всегда так. Итак, друзья мои, про природу. Три круга потребностей. Итак, что-то я пропала. Если я пропадаю, вы мне пишите обратную связь, видно или меня слышно. Вроде появилось. Угу, отлично. Итак, про природу, про Вселенную. Она не стала дожидаться, когда у большинства людей сформируется высокое, светлое намерение облагодетельствовать окружающих, жертвуя собой и жить в интересах других, в интересах общества. Она что сделала, Вселенная? Она вложила стремление быть полезным, служить людям, служить себе, в самый центр, в самое существо человека. Она сделала эту тенденцию на важнейшей потребностью. Как это она сделала, интересно? Это выражается в поиске своего предназначения. У всех по-разному. У кого-то в 20 лет, у кого-то в 30, у кого-то в 40, бывает позже. Кстати, вот у кого как у вас. Тоже посмотреть, вы задумались об этом. Что я для чего-то живу, да, не просто так и так далее. Вот сколько годиков началось у вас это. Потому что вот это очень важно. Вот просто статистику посмотреть. У меня, например, так было. Вот четко своим предназначением... Вот, кстати, посмотрите, какие разные цифры сейчас пойдут. У кого 50, у кого 29, 26. У меня где-то вот точно по предназначению пошло где-то после 35 лет. Ну, знаете, как такое? Вот очень сильно. У меня такая тяга была. Вот внутреннее ощущение, голос мне говорил. Я должна что-то... Зачем я живу? Вот каждый день утром просыпаюсь и ложусь. Зачем? Просто так вот, да, что-то делать. Ну, там, семья, забота и так далее, и так далее. Это одно. Думаю, зачем я тут вот вообще вот нахожусь? То есть это мучительный вопрос внутри у меня звучал практически каждый день. И у меня просто вот в разговоре с одной женщиной такая интересная вещь прозвучала. Я озвучила. Я говорю, я не знаю, говорю, мне очень хочется учить людей. Я не знаю чему, я не знаю ничего, как там профессионал и эксперт, но я хочу. Вот у меня было жуткое внутреннее состояние вот этого хочу. Это было где-то вот... Озвучила я это и через год. Я уже пошла по стезям психологии, как бы начала более глубоко самостоятельно изучаться. Потом вышла на профессиональный уровень. Но вот эта тяга внутренняя, она была жутчайшая. Можно сказать, ну, она в хорошем смысле была сильнейшая. Вот так. И она вывела меня по-любому в это состояние. Вот, вот, вот. Видите, тоже вот такие цифры, приблизительно 30-40, ага, плюс-минус. Лариса, вопрос всегда возникал такой, но очень стал волновать после 40-го. После рождения дочери у Нургуль тоже, вот, видите, когда бывает, что-то сделал, какие-то главные вещи свои по жизни, и пошел вот такой процесс. У Светочки в тяга всегда была. И меня мои близкие убеждали, что это не мое. Вот тоже интересно. И у Лели у меня появилась какая-то жажда получения новых знаний. Да, вот это точно вот начинается с этого. Ленечка вот прям здорово написала. Тоже приблизительно в этот период. И Елена Зинкович пишет, в 34 года получила второе высшее образование психологическое. Да, здорово. И Светлана, у меня несколько этапов было. Вот как интересно. Итак, друзья мои, высшая потребность человека, высшая, третий уровень, ага, подождите, сладик-то я не переключила. Сейчас мы его переключим. Высшая потребность третьего уровня – это потребность самоактуализации, самореализации. Это ключевые потребности у человека. Самореализация – это когда человек делает то, что у него получается очень легко и лучше всего. При минимуме нерезультативных затрат. И делает это он с большим удовольствием. Ему это очень нравится. Это самореализация. Есть еще важная вещь, вторая, это можно сказать, это вторая медаль, вторая сторона одной медали. Самоактуализация – это тот труд, который нравится человеку, но плюс это нужно обществу. То есть его востребованность, она велика в обществе. Потому что если вам нравится что-то делать, но это не востребовано, то вы все равно счастливы не будете. То есть кому? Да, я делаю, никому не надо. Вот оно в чем счастье. Самоактуализация и самореализация – это всегда вместе. Кстати, первые потребности – это биологические, все их мы знаем. Сон – это еда, это секс, это воздух и все, что с этим связано. Второй этот уровень – это как бы, знаете, как жемчужинка наслаивается. То есть обязательно первые две потребности должны быть закрыты в основном. Второй уровень – это информационно-эмоциональные потребности. Это потребность в информации. То есть постоянно нам приходит новая информация, поток. И нам это настолько важно, что вы даже не представляете. Были эксперименты какие-то, я уж не помню, как они делали. Но научно… Да, Светланочка, да, по маслову. Хотя тут она в упрощенном виде, и она мне вот это нравится. По Пономаренко я взяла, это мне вот совсем на душу ложится, очень хорошо. Значит, вернусь к информационным потокам, насколько они важны для человека. Если человека закрыть, изолировать вообще от любой информации, звуковой, ну все. То есть помещали человека… По-моему, это из психиатрических лечебниц шло. То есть… Вот не помню откуда. То есть человеку полную изоляцию. То есть чтобы он ни грамма не слышал. Я как гипнолог начинаю вас в замешательство вводить. Чтобы ни звука не слышал, то есть никакая информация к нему не поступает. Полная изоляция, да. И, по-моему, это даже пытки какие-то делали. То есть человек где-то, по-моему, больше 10 дней не выживал. Он начинал сходить с ума, и потом уже необратимые процессы, человек умирает. То есть как бы это доказано наукой. То есть это если не получать информацию. Представляете, насколько тоже это важная информация. То есть потребность. Потом эмоциональные потребности и потребности в эмоциях. То есть обязательно человеку важно, нужно получать эмоции. Да, это выход гормональный через эмоции и так далее, и так далее. То есть это важнейшая потребность. То есть нам нужны эмоции. Как положительные, так как ей это не очень, не очень и так далее, и так далее. Поэтому это второй слой, но самое важное мы сегодня будем рассматривать, это потребность самоактуализации, самореализации. Так, и каждый человек, когда уже шагнул к этому направлению, то это получается вы уже шагнули к направлению к себе, потому что это ваша миссия. А эта миссия, ну то есть каждый человек изначально перед рождением ставит ему высшее организующее начало, цель и задачу, которую он должен решить здесь. И у каждого она индивидуальна. Почему? Вот мы сейчас как раз дальше это рассмотрим. Мы идем дальше, мы идем дальше. Кстати, приготовьте обязательно листочки, бумажку, мы сегодня будем много писать, мы будем много-много-много все что делать. Лучше даже не бумажку, вот не написала заранее, тетрадочку, друзья мои, потому что там вы много будете потом вписывать инсайты. Подготовьте, пока вот есть время. Итак, предназначение, подсказки о предназначении, вот многие тут уже говорили, что это внутренний голос, это интуиция, да, это люди, которые говорят. Так вот, предназначение всегда ищет человека саму. Некоторые говорят, как мне найти, ну я как психолог, многие люди приходят, даже, кстати, коллеги очень часто работают, мы работаем друг с другом, осуществляем супервизию. Они говорят, как найти, я говорю, если тебе предназначение твое, ну, четко такое будет по, чтобы оно реализовалось в социуме, потому что у некоторых есть как, две стези. Есть люди, у которых предназначение есть, обязательно ты реализуешь свои способности, возможности в социуме, но есть категории людей, у которых есть реализация, миссия, работа над собой. Да, вот в своем каком-то замкнутом пространстве, семья, там какое-то это, вот есть такое отдельное я, вот миссия, да, как бы такой кармический урок. Поэтому, ну, это за редким исключением, я бы даже так сказала. Итак, предназначение всегда ищет нас. Что это значит? Разговор с друзьями, например, вот просто свои примеры, кстати, у кого есть такие же примеры, пишите, это будет очень здорово. В помощь тем, кто ищет. Например, когда я за несколько лет только занималась еще на любительском уровне психологии, ну, общалась с друзьями, как-то помогала с какими-то рекомендациями и так далее, и так далее. Поддерживала их, то мне просто люди говорили, говорят, слушай, из тебя отлично получится коуч. Ну, коуч – это такое импортное слово, это типа такая легкая специализация психолога. Да, это вот помогает человеку достичь цели и так далее, и так далее. Он говорит, слушай, как у тебя получится? То есть, вот мне люди как бы говорили, что у меня есть склонность к этому. Я так еще думала в то время, да, думаю, интересно, думаю, ну, куда мне начинать в 40 лет? Представляете? Начала-то я эту профессиональную дорогу где-то в 40 лет, чуть больше даже. Да, вот у Леночки получился разговор со служивцем. Да, вот видите, как интересно. То есть, что мы делаем, чтобы узнать свое предназначение? Мы открываем уши, мы открываем глаза, мы открываем душу для того, чтобы информация попадала к нам. И мы отправим сегодня запрос в информационное поле, чтобы эти знаки нам шли. А пока мы вот как бы общий список смотрим, что же, что же должно нам подсказывать. Вот у Юли разговор со случайной знакомой в соцсетях. Абсолютно, абсолютно, друзья, вот Юлечка правильно сказала. Потому что Вселенная нам дает через все подсказки. Это люди, это вот вы просто задаетесь вопросом, потом вам начинают сыпаться эти подсказки с разных сторон. Вселенная, можно сказать, уже знаете, она всегда говорит, просто человек не всегда это замечает. Вот, вот Светлана пишет, приятели давненько направляли, теперь и коллеги мои, вот, да, да, да. Вот люди, это в основном основной круг, который нам говорят. Мы себе как бы не доверяем, где добывать, да как я могу в 40 лет, да. А вот Вселенная говорит через людей, а ты можешь, у тебя легко получится. И это еще один очень хороший критерий вашей оценки со стороны окружающих. То есть прислушиваемся обязательно. Ваш внутренний голос, как я говорила, у меня внутренняя тяга была. Мне нужно учить людей. Знаете, тебе нужно учить людей и так далее. Знаете, такой внутренний монотонный голос, который просто меня пер. Причем я так думала, чему я могу научить людей. Друзья, на тот момент, да, я ничего так профессионально, как специалист, не умела. Думаю, ну к чему я думаю, ну ладно, пойду я в детский дом, может быть, деток обучать. У меня было тогда хорошие навыки. Я очень хорошо готовлю, там, не знаю, пирожки. Вот у меня есть еду, и мне так люблю готовить все, вот, какие-то новые блюда и все такое. Новенькое, хорошенькое, неизбитое. Умею шить, умею вязать, умею, там, другие какие-то поделки. В детстве у меня в кружке многие много отдавали. То есть много чего руками умею. Я рисую, я так достаточно хорошо. У меня вот стены дома, сыну я зарисовала и так далее. И думаю, ну пойду учить вот хотя бы этому. Ну что, чему я могу научить? Буду учить, чему могу. Представляете? Потом меня потихоньку, естественно, вывело на вот дорогу психологии. И, естественно, сейчас я учу людей законам психологии, коммуникации, высшим законам космоса, вселенной. И поэтому вот как бы я все равно меня вывела. Поэтому обращайте внимание вот на внутреннее вот это желание к чему-то. Да, 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 наблюдать на слюль обязательно, это точно. И внутренний голос, видение снов, размышлений. Кстати, у кого, знаете, сны, может быть, были, вы видели себя где-то. Да, да, вот четко вы вот в какой-то профессии что-то делаете и так далее. Лелечка говорит, учите отлично. Спасибо, Лёля. Мне это вот тоже очень прям на душу ложится. Это мое дело, это я люблю делать, я горю этим желанием. Если у вас есть внутренняя вот эта тяга, это делать, так вот оно и получается все. И люди это чувствуют, это здорово. Так, спасибо, Лёля, за такой хороший комплимент. Итак, у кого сны, может быть, какие-то были, видения, я не знаю, озарения, вспышки, вы знаете, так хоп, и что-то, вы знаете, вот, идешь, идешь, и тебе какая-то, вот, знаете, молния, внутренний образ озарил. Да, и ты что-то увидела, осознала. О, боже мой, как интересно. Так, вот у Юли, у меня были сны с прямыми указаниями, что делать. На утро делала, и все получалось. Вот потрясающе, подтверждение. Супер, Юлечка, классно. И Елена пишет, мне 52 года, я военный пенсионер, 5 лет ухаживаю за больной, неходячей матерью, не понимая, в чем может быть мое предназначение. А так хочется что-то делать, но сейчас в связи с обстоятельствами нет такой возможности. Я даже не знаю, чего мне хочется. Вот это хорошо, Елена. Раз вы пришли сюда, инструментов в многом, будем разбираться, будем разбираться, инструментов действительно много, как это найти. Будем, будем внимательны к окружению. Леля пишет, мне сны никогда не обманывают, здорово, это замечательно. И Танечка пишет, а я все время сама учусь во снах, наверное, это мое предназначение учиться. Кстати, Танюш, действительно так оно и есть. У некоторых людей предназначение учиться. Почему я так говорю? Точно, уверенно. Я составляла натальные карты, астрокарты людям, и у них там четко прописано, то есть в этой жизни нужно получить объем информации большой. То есть он пришел для того, чтобы здесь просто впитывать. Естественно, он чему-то учит, учит окружениях, это естественно, да. Но основная кармическая задача впитать в этой жизни максимум знаний. То есть сначала происходит набор знаний, количества, мы копим как бы, да, вот эти камушки, потом есть предназначение разбрасывать их и так далее. Поэтому есть и такие задачи. И Леля, это подруг. Действительно, вот соглашусь с Лелей, что это действительно люди очень сильные. Это люди, которые, опять же, как бы, да, Вселенная делает такой формат, с другой стороны, никуда не денешься. Но вот это тоже, кстати, может быть предназначением. Лен, это тоже может быть кармическим уроком, очень серьезным, даже вот, знаете, действительно миссия такая, да, ухаживать за близкими, научиться терпению, научиться благодарности, научиться благодарности от Вселенной за то, что дают такие уроки и так далее, и так далее. То есть поддерживать, научиться человека, да, вот, быть, не сломаться, быть добрым, отзывчивым в этой ситуации. Поэтому это тоже может быть предназначением на самом деле. И когда этот урок закончен, в этой жизни вы пройдете, открывается более, вы выходите на другой уровень. На другой уровень именно, может быть, откроется то предназначение, которое уже будет вам приносить удовольствие, вот скажу так. Такое внутреннее удовлетворение, где вы самореализуетесь и будете очень актуальны обществу. И Леночка пишет, я тоже всю жизнь учусь и делаюсь. Вот, Леночка, вот классно вы тоже сказали, учиться это процесс, это процесс жизни. Если человек останавливается в развитии, он перестает учиться вообще, особенно не учите меня жить, да, вот такая фраза у людей есть, то это все. Остановление, человек остановился в эволюционном развитии и его начинает пихать Вселенная. То есть все неудачи, болезни и так далее от этого, а то, что мы останавливаемся. Если человек осознанно развивается, если он идет вперед, не ждет, когда пинков от Вселенной и Судьбы, то, соответственно, у него происходят очень хорошие успехи по жизни, у него само все притягивается, все случайности как бы, да, разрешаются, такие не очень хорошие, хорошим образом и так далее. То есть осознанно развиваться, это вообще вау круто. То есть вы стоите на очень высоком уровне развития вибрации. Это классно. Так, Леночка пишет нам, нам Вселенная дала женские, мужские тела, мужские тал. Это, по-моему, первое из предназначений. Соглашусь, Лен, абсолютно. Вот по себе, да, тела, я так и поняла, Лен. Соглашусь, у меня предназначение в этой жизни было быть в женском теле. Причем у меня такой очень характер революционера. Я служу идеям. И это прослеживается из прошлых жизней. То есть я там служила, в прошлой жизни я была революционером во время революции. Мужчиной. Наплевала на все, что можно. На семью. Из-за меня убили семью. Я это много раз говорила. Всю семью. Причем это остался такой кармический большой хвост из прошлой жизни. Узел, который я развязываю в этой. И в этой жизни меня специально в женщину поместили, чтобы я опять, чтобы я выполнила свою кармическую задачу. Потому что если бы я была мужчиной, я опять на всех наплевала. Да идите вы со своими, да, семейными обязательствами. Буду выполнять свою миссию, которую мне, вот знаете, как характер вложили изначально. И благодаря тому, что я в теле, что меня, как говорится, мужская сила сдерживает. Мой муж родной, мой ангел-хранитель, к которому мы договорились в этой жизни, что он будет меня держать, чтобы я выполнила свою кармическую задачу. И держать будет по-всякому, и жестко и мягко. У меня вот такая миссия. В приоритете я должна ориентироваться на семью. Это первая моя, можно сказать, задача. А вторая же реализация моя, как специалиста, вот мои какие-то реализации в социуме, скажем так. Тоже вот тут разное, понимаете, всегда есть миссия личная, кармическая какая-то, да. И есть всегда реализация, вторая миссия взаимодействия с социумом. Они всегда параллельны, это всегда рядышком. О, Петя к нам присоединился. Я как рада, что Петя-то с нами. Здорово. Петя, что такое отзывчивость? В моем понимании у всех разное. Кстати, что для всех остальных отзывчивость? Сейчас вот напишите, сейчас Люда прочитаю, а то убежит потом в чат. Всегда во снах работаю в магазинах. Но я не люблю торговлю. В молодости наработалась. К чему эти сны, когда сознание против? Люд, надо разбираться конкретно. Потому что каждый сон... У меня, кстати, есть методика по снам, очень хорошая, можно разобраться. Здесь как же? Ну, это всегда символически. Кстати, в эриксонской технике, в любой, можно вот это проработать. Вот так сходу никогда не говорю, что бы это значило. Потому что там много-много разных нюансов. И кто его сразу вам скажет, ну, как бы это не совсем профессионально. Это может быть все равно символическое. То ли что-то там незаконченное, как вариант. То ли что-то нужно доработать. А что-то это может символизировать другое. Магазин это не обязательно может символизировать прямое отношение к магазину. Так, Лена, как узнать свои прошлые узлы? А, только по натальной карте. Легко, Лена. У меня курс через месяц начинается по астропсихологии. Вот там все, что угодно про себя. Такое узнаете, да? Самое главное, чтобы к этому готова быть. Потому что некоторым очень тяжело это видеть. Ну, думаю, что все, кто приходят на вебинары вот такие, подобные, как у меня, то есть, в принципе, вы уже готовы. Потому что вы осознанно работаете над собой. Через месяц у меня курс по астропсихологии. В конце рекламку дам. А с 3 марта у меня вот как бы это в связке идет. Кармическая медицина один месяц и два месяца астропсихология. Причем на очень простом, легком уровне. То есть, я как бы такой девиз произнесла, астропсихологию в каждый дом. Чтобы для того, чтобы люди начали жить в ритме планет. А что это значит? Это в ритме Вселенной. Вселенная развивается по своим законам. И, соответственно, есть свои ритмы. А мы, люди, не учитываем это. И все у нас как бы получается немножко вот не в попад. Сейчас отвечу, Петь. И, Татьяна, неравнодушие к окружающим. Вот Танечка нам отвечает. Готовность помочь. Это отзывчивость. Это вот опять же, да, у каждого свое вкладывает. Кстати, Петя, расскажи, что ты вкладываешь в отзывчивость. И, Лёля, качество личности, умение помочь нуждающимся по своим силам. Помощь может быть материальной и духовной. Да, все зависит от ситуации, Лёля. Абсолютно соглашусь. То есть, Юлечка нам пишет, отзывчивость – это умение слушать и готовность помочь тем способом, который наиболее подойдет тому, кто нуждается в помощи. Вот Юля, потрясающий ответ. Это вот прям ответ психолога, да, который уже работает давно-давно над собой. Так, иногда люди дают советы, когда их не просят. Это не то. Важно почувствовать, что нужно человеку дать ему адекватную помощь. Потрясающе, Юлечка, прямо здорово. Соглашусь вот на все 100%. И вот здесь Юля Кудрявцева нам пишет, 15 лет вижу один и тот же сон. Ищу дом, чаще всего нахожу. Захожу в дом, брошу, начинаю наводить порядок. Только сейчас до меня дошло, что, возможно, дом – это мой жизненный путь. Юлечка, скорее всего так. Почему? У меня сейчас маркер прошел, подселы мурашки. Как бы интуиция, это подсказывает, когда есть что-то истинно-правда, то, возможно, да. И если бы вы так сейчас поняли, что, скорее всего, так оно и есть. Очень хорошо. Здорово. Это потрясающе. И видите, 15 лет Вселенная, можно сказать, алло, послушай, да, как говорится, стучится к нам в дом. Это здорово. Петя пишет, я всегда помогаю, если это в моей силы. Здорово, да, да, как могу. Это правильно, это правильно. И Юля пишет, на все 100% согласно с тобой. Да, Светочка, у нас вообще понимание такое на одном вибрационном уровне, как девчонки говорят, мы сейчас находимся. На достаточно очень высоком. Петя, у меня есть медалька при окончании школы самому отзывчему в классе. Потрясающе, Петя. Ой, это же лучшая медаль, я хочу сказать. Понимаешь, дети заканчивают с золотыми медалями, с какими-то другими, и эта медаль дорогого стоит. Это потрясающе. Это говорит еще о том, что, Петя, у тебя есть возможность вот эту свою, вот то, что тебе так оценили твои коллеги, да, по учебе учителя. Это говорит о том, что здесь как раз возможно твое предназначение. Да, не просто так тебе ее дали. Поэтому я соглашусь, вот, ну, как бы свое мнение, отзывчивость это то, что действительно, когда ты можешь всегда прийти на помощь человеку. И действительно дать то, что нужно человеку. Вот с Юлечкой соглашусь. Так, Леля пишет, Лара Шфуко, люди ничто не раздают так охотно, как советы. Друзья мои, так это не просто так. Вот, кстати, у меня тогда тоже, когда я психологией не занималась, вопрос все время попадался на глаза. Люди спрашивают, почему так люди любят раздавать советы? Почему, почему, почему. Оказалось, друзья мои, это еще одна высшая потребность человека. Она переключается где-то после 20 с чем-то лет. То есть до 20 с чем-то лет у нас инстинкты получать информацию массово. Много. Детки почему-то учатся охотно, они принимают советы, рекомендации и так далее. Просто это инстинктами так заложено. После 20 лет включается другой инстинкт обучать других. То есть мы должны обучить рядом стоящие поколения для того, чтобы они хорошо вписались в окружающую среду. Таким образом, это потребность сильнейшего каждого человека. Обучать рядом, кто стоит. Естественно, как мы обучаем? Первым делом советом, да? Вот так интересно. То есть это инстинкты, это нормально, это хорошо, самое главное это грамотно делать. Так, Лена, отзывчивость, отклик, реакция. Вот замечательно, Леночка нам добавила в нашу картину пазлик. И Юля говорит, Петя, классно, это действительно классно. И Петя нам отвечает, я всегда так делаю, но этим пользуются и мне очень больно. Ну, Петь здесь, ты знаешь как, грамотно надо давать. А если, опять же, больно, что? Ты хочешь получить от этого благодарность, когда отдаешь? Вот тут надо учиться отдавать и не ждать ничего в ответ. Если ты действительно это делаешь с любовью, благодарностью, с какими-то внутренними другими убеждениями позитивными, то, соответственно, человек желательно не ждать ответа. Например, я отдаю все, что я получаю, не жду взамен благодарностей. От этого я счастлива. Когда не ждешь ничего, у тебя все по нулям. Оно, когда приходит благодарность, я счастлива. Но если я не получаю ничего, никакой благодарности, то, соответственно, я и не впадаю в несчастье. Вот приблизительно так. Да, Лёля говорит, Петя, пошли в полейнику, в онлайн-школу. Но Петя, я знаю, что он вроде как записывался на базу, на бесплатную. Так, я ничего не жду в ответ. Вот, а когда, если точно не ждешь, и когда тебе, если даже что-то тебе, ну, можно сказать, люди с благодарностью не идут, то и не получаешь, не становишься несчастным. Но, если ты получаешь взамен что-то, что, что-то очень негативное, то есть в минус происходит, то здесь нужно задуматься. Возможно, или не нужна человеку этому помощь, или она оказана неправильно. То есть нужно смотреть на себя, что я сделал не так, или почему такая реакция у людей. Так, и, друзья мои, мы идем дальше по слайдику. Значит, четвертый пункт – это совпадение вот этих вышеперечисленных пунктов. Когда у вас все совпало, это вообще классно. То есть вот уже, да, и там, и там, и там, все, что... То есть вы смотрите, ага, и там такой, говорят, и тут такой, и так, то... То есть мы, как бы, собираем картину, пазлики, опять же, да, чтобы получалась у нас большая общая картина. Пятый пункт – догадка, типа, ага, инсайтов. Вот тут многие уже девчонки и мальчишки описали у нас, что такое было, да. Все мы, как говорится, девчонки и мальчишки, потому что, можно сказать, души у нас молодые, неважно, какого мы возраста. Мне вот тоже мои года не дают. У меня двое внуков, внучки 8 лет старше, и все меня зовут и внучка, и внуки... Ну, внук еще маленький, он еще как бы только начинает разговаривать. Меня Полей зовут, и сын меня Полей, и всегда немного в шоке люди, которые пребывают, которые у нас в гостях. Вот, поэтому все мы молодые душой. Итак, друзья мои, шестой пункт. Предназначение говорит с нами в каждодневных мечтах, фантазиях и размышлениях. Что это значит? То есть, когда вы мечтаете и смотрите на кого-то, и вот видите на какого-то человека, ну, я не знаю, нравится вам кто-то в психологии, или кто-то, не знаю, как певец поет, и вот, ой, я тоже так хочу. Вот знаете, вот есть какой-то образец во внешнем мире, и вам он очень нравится. Вот знаете, вот его ценности, как он ведет себя, вот хотели бы точно так же, как он. Вот на это тоже надо обращать внимание. Есть ли у вас такие идеалы? Ну, не идеалы, а может быть такие маяки, к которым вам хотелось бы стремиться. Как они, да? Вот, очень интересно. Оксаночка тоже дети зовут так. Классно, да. Петь, ссылку на что тебе? На школу? Ты, по-моему, не записывалась или не записывался? У нас же есть еще и платная высшая школа. С 3 марта я набираю курс на кармическую медицину и астропсихологию. Потрясающее будет, девчонки, знание. Ссылку я скину, кстати, на всякий случай, вдруг кто-то убежит. Посмотрите обязательно сейчас. Чтобы вы просто-просто-напросто кому интересно, зайдите и посмотрите. Это действительно потрясающе у нас будет. У меня такие успехи у девочек через 2 месяца. Они вот здесь находятся, и, как говорится, это действительно так, что меняется окружение, меняется отношение к жизни, меняется обстоятельство, ситуация разрешается сами по себе, что это очень важно, потому что внутренне происходит гармония, гармонизация, гармонизация себя с окружающим миром. Так, сейчас я скину. Так, это на курс, это кому интересно, изоторическая медицина и астропсихология, там ссылочка есть. Это вот кто вдруг еще... Да, запись будет, Анна, обязательно. Петя, в любых чатах запрещено давать ссылки. Да, здесь ссылочки даю только я на те материалы, которые нужны. Поэтому, ну, в принципе, ссылку-то на что хотели-то я не поняла. Так, если обменяться какими-то почтами, ради бога, друзья мои, я разрешаю. Здесь мы можем все. Почему мы будем все запрещать? Леночка пишет, иногда у других людей нравятся какие-то качества, и так по крупицам можно собрать образ. Вот здесь, Лена, здесь очень важно. Хорошая прям тема, немножко она не в тему, но классного вы затронули. Я учу своих всех последователей, единомышленников, особенно кто хочет создать образ, немножко от обратного. С одной стороны, я соглашусь с вами, что вот какие-то качества, какое-то видение, да, каких-то вебинаров, может быть, там еще что-то, обязательно надо брать фишечки какие-то, фишечки. Но очень важно человеку не создать свой образ, потому что если он создает что-то от других, это не он. Очень важно, наоборот, как вот нам говорил мой преподаватель по НЛП, говорит, очень важно, наоборот, отсечь все лишнее. Все наносное, все, что маски, все, что чужое. То есть вот есть основа, уникальность, индивидуальность, мы сегодня об этом будем говорить, да, все это откинуть, вот лишнее откинуть и оставить именно вот этот стержень. И этот стержень уже, можно сказать, развивать и каким-то образом, ну развивать, вот одним словом, то есть в разных сферах и так далее, и так далее. Только тогда человек, когда он естественен, когда он сам, вот его индивидуальность, она вот, знаете, как выходит за маски, или наоборот маски распадаются, вот тогда только мы конгруентны себе, внутренней сути, и это считывают люди, люди тянутся к этому человеку. Если человек навешал много масок, он неестественный, то таким образом он просто-напросто, ну люди не верят этому человеку. То есть они чувствуют фальш, вот это очень важно. Так, Петя, кто ищет, тот всегда найдет. Фамилия моя, также только имя Оля. Так, Леночка пишет, мне очень нравятся талантливые люди, молодые певцы, танцоры, музыканты. Кажется, чат, что в прошлой жизни или в будущей жизни я буду или была на большой сцене. Очень возможно, если, Леночка, есть такое ощущение, и вот именно пристальное внимание к этой сфере, скорее всего, да. Какие ваши годы? Друзья мои, можно и в 90 лет стать звездой. Я думаю, тут у нас даже такого нет, человека в 90 лет. Хотя было бы интересно. Светочка пишет, я никогда не принимала людей как идеал. Конечно, вот, это очень важно. Конечно, есть люди, которые очень интересные, общаются с ними, я получаю ценное и порой даже на уровне энергетических токов. Классно. Света, еще соглашусь с такой фишкой, вот с твоей, идеал. Для меня, например, тоже были какие-то идеалы, авторитеты. Вот для меня были авторитеты, я дальше, даже, наверное, так скажу. А потом такая интересная вещь произошла со мной. Когда я сходила в прошлую жизнь через регрессивный гипноз, когда я посмотрела свою астрокарту, когда все эти пазлы сошлись, другие многие вещи мне подсказывали. Я поняла, что одна из главных кармических задач у меня – отказаться от авторитетов. Так, друзья, я сейчас отключу. Вот, отказаться от авторитетов. То есть для меня авторитетов людей не должно быть. Почему? Авторитет для меня должна быть истина. Что это такое? Это когда сама жизнь, когда она подтверждается многочисленными научными подтверждениями, тогда вот это действительно для меня авторитет, я беру это на вооружение. Потому что люди, у них каждый, как я говорила, внутренний мир индивидуален. Естественно, если человек слепый идет за конкретно человеком и слепой делает все, что тот говорит, то, соответственно, он совершает и те же ошибки, которые делает тот человек. То есть, ну, тот, можно сказать, такой бывает ошибочный опыт. То есть дорога длиннее к себе. И у меня в прошлой жизни, я под конец все-таки этот урок осознала, знаете, как онсайт в конце жизни, что нельзя авторитетов для меня, для кого-то, может быть, это нужно ставить. И в этой жизни у меня как бы закрепление было. Экзамен такой где-то в 40 лет. Тоже я дошла до этого состояния осознанно. То есть у меня были уроки уже, можно сказать, полегче, поспокойней. Не как в прошлой жизни, за это я поплатилась жизнью. В этой жизни все прошло гораздо проще. И таким образом я поняла, что действительно нужно... Единственное, мой идеал – это реальность. Реальность, которая подтверждается научными фактами. Так, так, Светочка. Я никогда не принимала людей как идеал. А, все, это я прочитала. И, Лёля, я подтверждаю, что это так. Моя жизнь кардинально поменялась. И я сама тоже изменилась. Это Лёлячка говорит о нашем курсе. Ага, да, Лёля, почитайте отзывы на сайте. Это действительно супер. Как изменения, как трансформируется психика у людей. Мне так интересно смотреть. И, кстати, одно из предназначений моего, я потом тоже в Астрокарте прочитала, что главный, как бы, один из главных тоже. То есть я смотрю, как трансформируется психика людей, делаю из этого заключения какие-то выводы, анализы. И, соответственно, вот это уже преподношу людям. То есть у меня есть методики, как это сделать. То есть, понимаете, есть... Собираю материал, собираю вот эти вот опыты, как это происходит поэтапно. И потом это опять отдаю людям, и у них происходит вот такая трансформация интереснейшая. Вот что-то вот так интересно. Так. И Света, были люди, которые это очень задевало, и они меня пытались как-то обидеть. Меня же это вообще никак. Ну, вот это супер, классно. Итак, друзья мои, а мы идем седьмой пункт. Вызовы вроде бы неразрешенных проблем, болезней и так далее. Кстати, вот многие тут писали, что через болезнь нашли свое предназначение. Это действительно так. Подтверждений таких у меня вот в опыте очень много. Очень прям вообще. Были... Вот регрессии буквально недавно была у меня с одной девушкой. У ней в летом умер молодой человек. Ну, у них были отношения. Было все чудесно. Было все замечательно. Он ушел на работу и не вернулся. То есть там что-то с сердцем вроде как там... Тромб оторвался и так далее. И то есть там буквально смерть там, я не знаю, за пять минут. В чем дело шок, да, у человека шок. Все было замечательно. Ну, естественно, ее подтолкнуло это к исканиям, к духовным исканиям. Она перелопатила всю литературу по инкарнации. То есть Майкла Ньютона читала там, да, вот это все. Потом вышла вообще на такие какие-то интересные, ну, подобные книги. Пришла ко мне, посмотрели, мы сходили в регрессию, посмотрели, что там, почему он ушел. Пообщались с ним, выяснилась одна интересная вещь. То есть, в принципе, изначально они не планировали, не планировали перед тем, как прийти в нашу жизнь, чтобы он так досрочно ушел. Ну, они отклонились от курса, от курса кармического главного урока. Кармический ее главный урок был не заняться собой только, вот своей любовью и своей привязанностью, а развиваться, давать, давать, реализоваться еще в социуме, то есть помогать другим людям, которые близки. Причем там был конкретный человек, которому она должна тоже помогать. А как бы она отошла от того человека, и, соответственно, кармический урок был, ну, совсем-совсем, можно сказать, отошли от курса намного дальше. Так вот, как бы там приняли такое решение, естественно, это все согласие души делается, его как бы просто выдернули из этого воплощения. И как бы она тогда уже, естественным образом, а, и перенаправила еще в духовное развитие. То есть здесь две фишки. То есть она, как бы ее заставили задуматься вообще о таких духовных вещах, о своей миссии, вот, и помогать людям. Другой такой же подобный случай. У женщины сын умер тоже внезапно. И она после этого, ну, просто в духовность, можно сказать, совсем окунулась со всеми делами. Тоже прочитала все массу книг и так далее, и так далее. И, соответственно, она мало того помогает своим близким. То есть отец там вообще совсем ушел в депрессию. Она как бы сама держится, помогает близким, и, соответственно, она полностью пересмотрела свое мировоззрение. Вот на 180 градусов, то есть ушла вот туда. Другой вопрос, вот был просто случай, очень интересно, я прослеживала, как это проходило у людей. Семья, муж и жена, у них были двое детей. И они отправили своих деток куда-то там за границу отдыхать вместе с родителями. Разбивается самолет в автокатастрофе, умирают они все. То есть двое детей, родители, я уж не знаю, чьи, муж или жены, ну, вот такая вот катастрофа, ну, ужасная, да. Как можно пережить это? Это серьезное испытание. Они год, конечно, переживали очень сильно, потом они вышли на интересную вещь. Они стали помогать тем людям, которые попадают в подобные ситуации. Они открыли общественную организацию, которой она помогала масштабно. То есть, знаете, вот так вот, есть куда обратиться, что делать, пошаговые инструкции, раз, два, три, четыре, пять. Таким образом, они нашли себя. Если до этого они были простыми какими-то там, ну, там, я не знаю, учителями или там инженерами, то потом они вот конкретно нашли свое предназначение помогать людям в таких ситуациях, катастрофах и так далее. Потом у них народилось двое деток. Вот что самое интересное. И я так думаю, не проверяла, но что эти детки, скорее всего, наверное, те же души, которые ушли. Ну, может быть, и не так. Поэтому, друзья мои, вот такие интересные вещи. А уж с болезнями есть вообще-таки подтверждения очень много. Все люди, которые прошли через болезнь и осознали, вышли на новый уровень развития духовности, да, своей личности, они все говорят, это именно моя болезнь подтолкнула к тому, чтобы стал человек что-то искать. Только так Вселенная нас заставляет. Вот такими жесткими рамками, если человек сам не идет, если он как-то не понимает, если он не слышит знаки Вселенной. Через болезни, через вот такие серьезные ситуации и так далее, и так далее. Бывает, специально есть люди при назначении их иметь миссию такую, как Ник Войвич. Кто знает, его поставьте плюсики. Это человек без рук, без ног, у него вместо ноги одна маленькая ласта. Да, вот знаете, и он по миру ездит и показывает своим образом жизни, что можно. Он написал, по-моему, несколько книг. Он прекрасно, у него есть жена, он родил ребенка. И представляете, как интересно. И он просто символ того, что вот в таком состоянии тела тоже можно жить и радоваться, приносить людям пользу и получать удовольствие полной грудью. То есть, вот, пожалуйста, есть такие люди специально, как бы, заведомо идут на такие воплощения в инвалидных телах, чтобы вот так интересно помогать людям. Итак, мы идем дальше. Мы молодцы. Мы сейчас отправим запрос в информационное поле, у кого предназначение еще для себя не понято. Зачем это надо? Вот я думаю, что вы уже, в принципе, все уже его отправили не один раз. Вы спрашивали, как говорится, себя, внутренний голос. Это хорошо. Но, с другой стороны, здесь мы делаем осознанно, что это значит. То есть, сейчас вселенная, когда вы отправите этот запрос, ну, можно сказать, вам будет сыпать всеми знаками. И вы будете внимательно их считывать, внимательно смотреть, прислушиваться к людям, прислушиваться к всяким, не знаю, посмотрели взгляд на баннер, вам что-то там написали, там мимо шли рекламка, кто-то вам переключаете телевизор кнопочками, да, и на какой-то программке остановился, и вам какую-то одну фразу сказали или одно слово, вам это будет достаточно. Кто-то, я не знаю, там в снах, кто-то в каких-то книгах открыл, и вот бац, и что-то тебе приехало. И у вас хоба, да, внутри что-то щелкнуло, елкнуло, я не знаю, там какой-то маркер сработал тело. Поэтому вы просто будете сейчас осознанно отслеживать этот процесс. Для этого что мы делаем? Пишем, пишем, давайте сейчас пишем, вселенная, помоги мне увидеть мое предназначение в виде подсказок. И вот здесь вы можете разнообразить не только то, что я написала, знаков, символов, слов людей, да, инсайтов и так далее. Вот вы можете потом дописать, не обязательно сейчас это писать. Кстати, у кого есть еще какие-то версии, вот добавьте, чтобы поделиться этим опытом с людьми. Ага, то есть, ага, и пишите, благодарю за помощь. Вы это пишете. Как напишите? Да, 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 Танечка, книг, вот да, у кого какие версии есть, давайте. Интернета, не знаю, там, может быть собачка у вас куда-то приведет или так далее. Ну, знаете, вот будьте здесь креативней. Угу. Юля, да. Своих спонтанных желаний и творчества, абсолютно верно, очень хорошо, да. Замечательно. Записывайте все это, это все пригодится. Угу. Всеми доступными для меня способами. Вот Танечка вообще супер обобщила, вот это потрясающе. То есть, вот четкая установка, очень хорошая. Ага. Так, и Света. Ну, единственное, все-таки добавить надо, а вдруг доступны мало. Кто, вы знаете, у меня сейчас мысль пришла, да, у человека. Поэтому расширяем. И это пишем, и все остальное. Света, благодарю за помощь. Я так обращаюсь во Вселенную, да, точно. Встречи с людьми, да, 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 друзья мои, абсолютно верно. Можно написать даже, Тань, доступными и недоступными способами. Потому что, кто ей знает, может быть, что-то еще пока недоступно. Да. Да, Танечка говорит, конретика тоже нужна. Поэтому, я говорю, пишите и так, и так. Да. Итак, друзья, молодцы, молодцы. Пишите. И сейчас, как напишите, поставьте восклицательный знак. Кто написал? Сейчас мы прям вот малюсенькую технику сделаем. Угу. Отлично. Молодцы, молодцы. Угу. Отлично, очень хорошо. Ага. Да, 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 Ирочка, правильно. Итак, друзья мои, сейчас вы можете закрыть глаза, это лучше. Ну, если кому-то удобно с открытыми, это уже нормально, если вы видите образы таким способом. Ага. И как закройте глазки. Представьте, что ваша это записка или письмо, я не знаю, как это можно назвать. Это ваша просьба. Запечатывается в такой некий конвертик или посылочку, я не знаю, как будет выглядеть у вас. У всех это по-разному и будет правильно, как у вас. И представьте, что эта записочка, она отправляется вверх, в информационное поле Земли. У каждого это по-разному происходит, у кого-то быстро, у кого-то медленно. Но вы просто прям видите, как эта посылочка для Вселенной, она идет именно в то место, куда нужно. Она знает это место. Вот прям знаете, некоторые видят ниточки, некоторые какой-то путь. Некоторые просто видят, что в определенное место она идет. Очень хорошо. И когда вы прочувствуете, что это письмо уже дошло до адресата, именно туда, куда надо, именно в тот отдел, куда нужно, вы попросите, чтобы вам в ближайшее время, или неважно в какое, вы можете сами установить время, можете не устанавливать, чтобы вам дали ответ по этому запросу. И когда там как бы согласятся с этим, скажут, да, ваша заявка принята, мы ее получили, мы обязательно вам дадим ответ, в какой-либо форме, вы уже тут прописали, в конверте все написано. Вы с удовлетворением, с радостью и уверенностью внутренней, в внутреннем, внутри своей души, вы возвращаетесь сюда, в реальность. Открываете глазки, и мы благополучно ждем наши ответы. И, возможно, многие ответы уже придут сегодня на этом вебинаре. Ну и у кого получилось, это здорово, расскажите. Ну, а если что-то не получилось, то уверена я, что все равно этот запрос дошел туда, куда нужно. Опишите свой опыт, это всегда интересно смотреть, у кого что получилось. Так. Юль, я почему-то плакала, когда письмо ушло. Да вы что, Юля, слезы непроизвольно потекли, сейчас я уже не плачу. Ну, класс, это тоже что-то значит, что это значит, тоже узнаете позже. Корзина с шариками и дыра в сене в небе. Потрясающе, Танечка. Лариса, мое письмо ушло в небо в облака. Ну, очень тоже хорошо. Все нормально. Все, запрос отправлен. Все хорошо. Теперь ждите, ждите. В ближайшее время вам будут приходить ответы. Только записывайте сразу. Все надо записывать, друзья мои. Почему? Это очень важно. Я всегда своим говорю ученикам, последователям, единомышлякам, друзья мои, прописывайте, это важная потребность нашего мозга. Когда вы прописываете, вот как раз и идет эта связь. Понимаете, вы как бы контакт со своим эгрегором устанавливаете. И вам просто сходит информация. Когда вы не пишете, вот в одно ухо влетело, в другое вылетела мысль. Как бы вот так, да. Это очень важно. Пишем, пишем. Вы тетрадочку взяли или заведите, пока на листочке, если пишете обязательно. Перепишите это. И там все вписываете. Так, у Оксаночки. У меня был голубь. Конверт забрал. Потрясающе, Танечке было. Вот, что интересно. Видела много рук, желающих его взять. Но не видела, что кто-то взял его. Вот как интересно, Танечка. Потрясающе. Ирочка пишет. Запрос в виде свитка за печатью. Сверху опустился крючок. И я одела свиток. И запрос ушел наверх. Представляете, как интересно у всех по-разному, а? Елена напишет. Письмо быстро дошло до места, где много было сияющего света. Было так приятно, спокойно. Вот. Очень хорошие критерии. Еленочка, все замечательно. Значит. Нургуль напишет. Письмо в виде самолётика полетела в космос. Потрясающе. Очень хорошо, Нургуль. Светочка пишет. Писалась на восторженном состоянии. Особое чувство внутри меня. Конкретнее, чуть ниже диафрагмы. Очень хорошо. Свет. То есть, да, вот это ощущение внутри. Ага. В теле. Это замечательно. Замечательно. Вот, возможно, это просто дали маркер. То есть, когда что-то при виде каких-то ответов будет в этом месте также реагировать диафрагма, то это точно. Вот это вот прям, у кого были подобные ситуации, заметьте их для себя. Это вот Светочка нам хорошо написала. Это очень важно. То есть, если на тело, вот что-то вы с кем-то поговорили, в этом месте вот что-то также произошло, да, то, возможно, это тоже относится к ответу. Так. Ага. И у Юлечки. У меня были одни руки, которые взяли. После этого я перестала плакать, так как поняла, что теперь все изменится к лучшему. Вот, видите, как процесс пошел. Процесс пошел. Мы за его запустили. Это классно. Юля, а письмо было в маленьком конверте, украшенном наклейками и сердечками. Видите, как хорошо. И Юля Кудравцева нам пишет. А у меня на самом... Так, а у меня на самом интересном месте завис компьютер. Юль, ну, в записи можно это сделать или в самом воображении тоже нормально, тоже. Ну, это тоже знак. Не просто так он завис. Ничего сейчас просто так не происходит. Зачем-то это надо, Юля. Зачем-то тоже. Вы поймете это позже. Юлечка нам другая пишет. А в конце появилась девочка со сложным и в молитвенном жести, руками, вроде как я. Очень хорошо. Это хороший знак. И Елена. Я чихала, видимо, это мой маркер. Да, да, Лена, это маркер. Когда будете чихать, обращайте на чих, с чем это связано. Ну, молодцы. Классно. Очень хорошо. Мы идем дальше. Процесс запущен у нас. Что мы делаем дальше? Ищем предназначение разума. То есть, если изначально мы сейчас там, да, работали с подсознанием, это первый шаг. Теперь мы просто-напросто отвечаем на вопросы. На вот эти, очень интересные. Чем бы вы захотелись заниматься с удовольствием каждый день? Если бы у вас было много денег, чтобы не думать о них. Ну, вот вы миллиардер, да? И что вы будете с этим делать? Ответы должны быть активные глаголы, то есть действие. Ответы типа спать, отдыхать, смотреть телевизор не подходят, так как это бездействие. Необходимы какие-то повторяющиеся телесные действия. Щелкать пультом тоже не считается, кстати. То есть здесь что? Танцевать, играть в бильярд, общаться, рисовать, решать уравнения, устраивать вечеринки, читать, учить. И так далее, и так далее. Понятно, да? То есть первый пункт вот такой. Кто напишет первый пункт, поставьте просто, чтобы я знала там единицы. Да, вот, Светочка, путешествие, общение с людьми. Вот, это первый пункт, потрясающе. Ага, общение с людьми, Ирочка, замечательно. Очень хорошо. Второе это, ну, понятно по первому пункту, да? Второе это, представьте, вот, у Лели делиться опытом. Ага, у Елены путешествовать, помогать другим людям. Вот, видите, как хорошо. Представьте, что второй пункт. Вы абсолютно обнищали. И у вас, то есть у вас совершенно вот ничего не осталось. Последние вещи, еды практически никакой. Ну, жить где есть, вот такое совсем, ну, совсем-совсем-совсем там минимальные потребности материальные. И вы приходите в центр занятости, где, допустим, я сижу за компьютером и спрашиваю вас, что вы умеете делать, какие ваши навыки, что можно превратить в деньги. Понятно, да? Так. Танечка вот здесь по первому пункту пока пишет. Училась бы и делилась знаниями, еще бы занималась своим любимым хобби. Леночка, изучать мир. Потрясающе, Ларочка. Я бы читала книги и путешествовала. Очень хорошо. Света, мои руки. Ага, пошли. Чем могу, помогу нуждающимся, могут мне оплатить, могут отплатить. Так, Нургуль, обучаться. Юлечка пишет, заниматься творчеством, стихи, танцы. Ага, и все возможные и невозможные. Заниматься йогой, спортом, поддерживать людей, готовить вкусную еду, выступать перед аудиториями. Вот, очень хорошо, все это пишем, все это пишем у себя в дневничке. То есть и здесь, и в дневничок тут же записываем. Потому что мы много чего писать будем сегодня. Ага, и Танечка пишет, только мое сегодняшнее хобби. Это вязание, ну и вообще что угодно. Так, Леночка, буду вязать вещи, продавать. Очень хорошо. Да, то есть есть чем на хлеб насущный заработать. Очень хорошо. Ага, Ирина, сетевой маркетинг. Классно. Леля, могу учить детей дошкольников, рисовать, читать и подготовлю к школе. Ага, Меломэ также. Вот, замечательно. Смотрите, это что, о чем это говорит второй пункт? О том, что пока вы, допустим, со своим предназначением развиваетесь, да, вы можете себе своими талантами, которые у вас есть, зарабатывать на хлеб. Потому что многие говорят, я не иду туда, куда хочу, потому что я боюсь сейчас все брошу и останусь без денег. А именно вы и сидите без денег, потому что вы не идете по своему предназначению. Вот, Нургуль, умение вести переговоры, вязать, шить, общение. Вот, видите, сколько много вы интересного умеете. Ага. Так, нести знания людям, Танечка, потрясающе. Вот, все пишем, пишем, дублируемся в дневничке. Далее, чтобы обязать, так, 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 третий пункт, вот, подходим к третьему пункту. Чем бы вы, так, сейчас, да, чем бы вы, вот, занимались, вот, точно, да, перед самым уходом в тонкий мир? Чтобы, как говорится, жизнь, точно не чувствовали, что прожито даром. Может быть, что-то, вот, осуществили какую-то свою мечту, которую хотели, но вот здесь пока там что-то, какие-то вещи не пускают и так далее. Так, Светочка, путешествие на всю катушку, вот, очень хорошо. Татьяна, фотографировала, ага, классно, да, помечайте третий пункт, там, что я не знаю, к какому там, к какому относится. Елена, круиз на большом лайнере вокруг света, замечательно, так, очень хорошо. Ну, и кто написал третий пункт, естественно, четвертый, переходим, чем бы вы занимались с удовольствием, если бы жили вечно, вот это бывает иногда в стопор всех водит. Ага, так, Юлечка нам пишет, третья, сказала всем важным для меня людям, что я их люблю, пошла бы на урок аэро-йоги. Аэро-йоги, интересно, не слышала, что такое. Ага, Светлана Лис напишет, проводила бы время с родными. Ирина, Ирина пишет нам, путешествие. И Светочка четвертая, вечно старалась бы делать людям вечную молодость. Как интересно, Свет, ага, как интересно-то, да? Так, и Танечка Дружкина, написала бы письмо детям со своим пониманием жизни, либо сделала анализ своей жизни, развития в общем. Здорово, очень хорошо, да. Ирочка, лечила бы людей, Юля, творчеством, Лариса, 4-й, жила бы в разных местах земли. Очень хорошо. Да, а вот чем бы занималась-то, Лар, вот чем занималась? Это жить, это там, где ты находишься, а что бы ты делала в этих местах? С какой цели бы туда поехала? И Нургуль, по-третьему, обучала бы детей научиться жить самостоятельно, без меня, сохраняя любовь в сердце. Потрясающе, Нургуль, это намерение высшей степени похвала, похвалы. И Танечка, четвертая, знания людям. Лёля, связала бы разумное, а, сеяла бы разумное, вечное, светлое. Да, да, точно, всю вечность можно. И Настя, вечно бы училась, здорово, Настя, да, классно. Лариса, изучала бы историю, культуру этих мест. Вот, вот, Ларочка, вот это вот дополнение класса. И рассказывала бы людям, вот, это уже что-то, это уже конкретика. Леночка, старалась больше развивать себя, научилась бы любить себя и этим улучшить жизнь всех окружающих. И Акулина Феникс у нас, как интересно, имя и фамилия, какое сочетание, потрясающее. Построила город в соответствии с, сейчас правильно прочитаю, Васту Махариши. Классно, как интересно, а, какие вот, какие цели-то, вы чувствуете размах? Вот у меня тоже вот, у меня тоже цели подобного плана, это здорово. Леночка, Полина, сколько вы сегодня получаем от вас поглаживание, спасибо. Друзья, мне это так нравится, я же так люблю это делать, я люблю людей, почему мне вас не погладить? Я от этого удовольствия получаю, представляете? Спасибо, Леночка, то, что вы меня погладили, мне тоже это приятно. Индостания, классно, классно, Светочка, здорово. И, Лёля, можно подробнее про Васту? Да, вот очень интересно, да, расскажите пока, Акулина. И, кстати, Акулина, это ваше настоящее имя и фамилия просто, если можно это, конечно, сказать и озвучить. Так, ну, пока нам Акулина пишет интересные вещи, мы дальше идем. А теперь тест, давайте, пишите, пишите. Ага, интересно, вот смотрите, специально взяли, да? Да, это что-то же так интересно, программа бабушки сразу тоже к вам присоединяется. Так, тест проходим, тест пишем, да? Давайте вы сейчас пока пишите, я не знаю, как вам лучше, смотрите сюда, пишите, смотрите сразу в тетрадочку. Пока вы пишите, я вам даю минуточек 7, пока я сейчас отойду, да? А потом, когда вы напишите, тоже вы на минуточек там 7-10 отойдете, попьете чайку. А потом мы, как бы, так, что у нас там еще? А, критерии найденного предназначения. После этого мы еще критерии с вами напишем и пойдем попьем чайку, потом будет у нас очень интересно. Ага. Так, я отключаюсь буквально на, буквально на, ну, ненадолго. На 10 минуточек, может быть. На 7. Короче, кто как заполнит тест, обязательно поставьте, я молодец, чтобы я знала. Нургуль, по четвертому путешествовала, обучалась бы и учила людей нести добро. Вот, классная миссия. Так, пишем тест, я пока убегаю. Как кто напишет, пишем, я молодец, или какую-то другую похвалу себе. Питаем себя любовью. 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 Продолжение следует... 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 представляете какие интересные сейчас инсайты происходит это это дорогого стоит и люля может кафе break устроим заодно и допишем обязательно да точно точно и люль давайте действительно 10 минут к чай сейчас напишу настен если тут напиши у нас чай будет до 13 13 40 кто-то допишет кто сделать свои дела и мы дальше уже перейдем а вот и я молодец к молодец так ну и на стенка здесь я напишу тогда на свою помощницу тогда это чай чай до 13 40 так кто-то дописывает правильно вот прям люль спасибо и за такую классную подсказку а кто-то здесь так все идем ну я тогда отключаюсь все в 40 минут я тут рядышком и мы идем дальше значит будет еще интереснее